Сверкающая елка, сказочные персонажи и, конечно, ожидание главного волшебника. Сегодня в Центре дополнительного образования Котловское отделение Красного Креста устроило настоящий праздник для ребят, которым общественная организация помогала в течение года. Такие новогодние утренники уже традиция. Первый был проведен 10 лет назад для детей, приехавших из Донецка и Луганска. И мы решили, что этот Новый год надо сделать традиционным. И проводили в Красном Кресте уже три года для луганских детей и для детей, которые с Украины приехали. А потом мы стали приглашать детей, ну разных детей, которых мы опекаем. Подарить детям праздник и веру в чудо нужно для этого немного. Веселая музыка, сказочные персонажи, игры и подарки. Мороз нравится? А Снегурка? Да, мне все нравится. Снегурка с морозами. Шла зима к свету. Мой снег с лилорозами. С Новым годом! Новогодний утренник для детей – итоговое мероприятие для Красного Креста. Работа кипела весь год. Волонтеры собирали подгузники и питание для многодетных семей. Перед началом учебного года 167 учеников Котласа и района получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями. Помогали и ковидному госпиталю. 300 наборов «Иван-чая» передали для медперсонала «Красные зоны». Работали с пожилыми людьми. Это проект «Активное долголетие», где задействовано порядка 200 человек. Пенсионеры посещают кружки по интересам, учатся работать с компьютером, общаются и активно проводят время. «Основным, я считаю, для Красного Креста – это то, что мы обучаем первой помощи детей. Но сейчас уже мы провели несколько занятий и для взрослых. Поэтому, естественно, и постоянно помогаем нуждающимся. Вот у кого пожары, мы помогаем с одеждой. У кого что-то очень сложно, мы стараемся помочь. Но чем можем, тем и помогаем». Теперь можно ненадолго выдохнуть и повеселиться в компании детей, помимо развлекательной программы вручения новогодних подарков. Собрать их помогали администрация города, учебные заведения, Горводоканал, УКИТС, филиал Трансгазов Приводина, электромеханический завод, предприниматели Александр Меньшаков, Елена Лютова, Андрей Стрекаловский, Николай Трубачев, депутат Госдумы Елена Вторыгина. Подарки предоставили магазины «Лазурь» и «Сладкий мир». Ежегодно принимают участие в акциях «Красного Креста» линейный отдел полиции. Один из сотрудников примерил сегодня и костюм главного волшебника. Мы принимаем участие в этой акции совместно с отделением городским «Красного Креста», с которым мы являемся товарищами, друзьями. Коллектив Котласского линейного отдела поздравляет всех сердечно с наступающим Новым годом. За один день порадовать удалось многих. Утренники прошли в Котласе и в поселке Вачегодский. Новосибирск